Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» третий выпуск программы «Проавто-14». В рамках этого нового проекта мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Власий Сергеев. В последующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последние две недели? При какой толщине льда закрывают ледовые переправы? Какие работы будут вестись по профилактике несанкционированных выездов? На эти вопросы ответит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Филиппов. Каковы особенности управления транспортным средством в межсезонье? И как состояние покрышек влияет на безопасность поездки? Узнаем у экспертов. В Намском улусе прошли круглый стол и занятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повторение «Мать учения». Знание ПДД в нашей студии проверит спортивный журналист. Главный редактор портала «Спорт Якутии» Александр Посельский. Ну что ж, и в начале выпуска, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. За период с 29 марта по 11 апреля на дорогах республики зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Так, в Якутске было зарегистрировано 10 автоаварий. В Хангаласском, Валданском и Мегино-Кангаласском районах по два ДТП. В Верхневилюйском, Ленском, Нюрингринском, Аймеконском и Таттинском районах по одному происшествию. Добавим, что число дорожно-транспортных происшествий в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого коронавирусного года снизилось на 2,6%. Число погибших в ДТП сократилось более чем на 62%. Раненых стало меньше на 1%. За две недели в четырех автоавариях было травмировано шестеро несовершеннолетних. Дорожные происшествия, в которых пострадали дети, произошли в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Алданском и Нюрингринском районах. По вине нетрезвых водителей за минувшие две недели на дорогах Якутии произошло два ДТП, в которых травмы получили 4 человека. А с начала года таких происшествий зарегистрировано 4, при этом были травмированы 11 человек. Только за последнюю неделю сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от управления 72 водителя в состоянии опьянения, в том числе 11 севших за руль в состоянии опьянения повторно. Перейдем к наиболее резонансному дорожно-транспортному происшествию. В Алдане совершен наезд на пешехода. По предварительным данным установлено, что 7 апреля около 7 часов вечера водитель, управляя автомобилем УАЗ на улице Ленина, наехал на 66-летнего мужчину, который следовал по обочине в попутном направлении. Поняв, что произошло, водитель скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход получил ушиб грудной клетки. Ему было назначено амбулаторное лечение. Сотрудниками госавтоинспекции в кратчайшие сроки был установлен водитель УАЗа. Им оказался мужчина 1977 года рождения, ранее лишенный права управления транспортными средствами. Автолюбитель пояснил, что скрылся с места происшествия, так как не имеет водительского удостоверения. Он также сообщил, что после наезда выпил спиртные напитки, чтобы снять стресс. В отношении мужчины был составлен административный материал за употребление алкогольных напитков, после ДТП, участником которого он является. Данная статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. Ну а сейчас мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. В ближайшие дни в Якутии будут закрыты ледовые переправы. О том, какая работа ведется по обследованию толщины льда, нам расскажет заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства, главный государственный инженер республики Алексей Анатольевич Филиппов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что решение по закрытию ледовой переправы принимается по итогам специальных обследований. А как же проходит работа в этом плане и вообще какие существуют стандарты? Закрытие ледовых переправ осуществляется на основании примерного графика. Открытие и закрытие сезонных автодорог, расположенных на территории республики. Решение о закрытии переправы принимается по результатам комиссионного выезда совместно с ГИМС МТС Республики. По итогам замеров толщины и структуры льда в соответствии с установленными ГОСТами. Четыре переправы, которые у нас имеются по близости к городу Якутск. Это одна у нас федеральная дорога Колыма, переправа Нижний Бестях, город Якутск. Она ориентировочно будет закрыта 19 апреля. Региональные переправы, это Кангаласы-Сотинцы и Хатасы-Павлас, тоже ориентировочно будет закрыты 15 числа. Но сроки могут быть сдвинуты с учетом погодных условий. А как я уже сказал, это замеряется толщина льда и структура льда. По ним и принимается комиссионное решение. То есть не все так просто. У нас зависит все не только от толщины, но и от структуры льда. Действительно не все так просто. А вот каким образом будет поддерживаться сообщение между, например, Якутсками и Нижним Бестяхом после закрытия? Ну, в принципе, вы помните, раньше очень проблематично было в этот период времени переправиться через реку. Ну, время идет, и техника развивается у нас. В последнее время массово используется судно на воздушной подушке. Навигацию, так скажем, этого года будут работать три оператора. Первый – это индивидуальные предприниматели. Ну, вы знаете, на слуху его фамилия Строева. Ну, их много там. У них около десяти подушек. Кроме этого, у нас работает Лена Транц. Это вот оператор-перевозчик пассажиров по железной дороге. Ну, вы знаете, летом на катерах они перевозят. А в зимнее время, то есть межсезонье на подушках. У них пять подушек. И в этом году еще дополнительный третий оператор – это Лена Турфлот. Это дочернее предприятие АОЛОРП. Они привезли три судна на воздушной подушке. В основном, первые два оператора используют суда на воздушной подушке пассажирами симости 10 человек. А Лена Турфлот, вот три судна, которые привезли, они вмещают до 20 пассажиров. И кроме этого, если будут большие пиковые потоки пассажиров, будет летать вертолет Поляна Хавеллини, Маган, местность Манетах. Ну, как раньше было, да. Ну, и надеемся, что суда на воздушную подушку полностью удовлетворяет спрос. Цена проезда сейчас будет полторы тысячи. Ну, вы знаете, что с переходом для дохода, там они используют еще другие эти самые суда, поэтому цена повышается. Но вы знаете, что государство не регулирует цены на проезд на воздушных подушках, поэтому дотации субсидий нет, поэтому перевозчик устанавливает цену сами. То есть еще раз продублируем, цена билета будет полторы тысячи. Но она будет меняться, может быть, больше. Ну, износ суда ведет, и вы же знаете, что когда по фарватеру начинается ледоход, они еще аэроботы, так называемые, используют. То есть пересаживают людей и так далее. Ну, там, в принципе, так, да. Полторы тысячи мы... Ну, мы знаем то, что вот, к сожалению, да, вот люди после закрытия ледовых переправ, несмотря на все запреты, да, и предупреждения, продолжают рисковать вот здоровьем и жизнью, да, пересекая реку после закрытия. Вот как будет вестись вот работа по профилактике именно таких нарушений? Выходят комиссии, это ГИМС с ГИБДД, вот они, допустим, несанкционированный переезд автотранспорта, вот, допустим, они будут пересекать. А пешеходам действительно не надо рисковать жизнью. Если переправа закрыта, то, значит, никаких переходов, переездов по ней не должно быть. Пользуйтесь, пожалуйста, вот судами на воздушной подушке. А, друзья, у нас как раз есть комментарии сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения и ГИМС. Давайте послушаем. Когда у нас автоземники, либо ледовые переправы закрываются, подрядными организациями, которые содержат и эксплуатируют данные виды дорог, устанавливаются запрещающие дорожные знаки. Это у нас 3.1. Санкции за нарушение требований дорожных знаков, установленных на ледовых переправах, либо автоземниках, предусмотрена статья 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Там предусмотрен штраф 500 рублей, либо предупреждение. Между тем, есть еще статья 9.10 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях, согласно которому выезд на лед во время действующих ограничений, выезда на леда, устанавливается штраф по Кодексу Республики Саха-Якутия. Там на водителей до 5000 рублей, и должностные, и юридические лица также могут быть привлечены к ответственности. Да, дорогие друзья, действительно, не рискуйте и соблюдайте все меры предосторожности. Ну что ж, Алексей Анатольевич, хотелось бы вот еще спросить, да, вот люди переходят реку после закрытия не всегда вот на транспортных средствах, да, действительно, люди еще и пешком на своих двоих вот пересекают реку, также у нас есть еще и охотники. Что вы можете сказать людям, которые думают, что если вот идут на своих двоих, да, то что им ничего не угрожает? Если переправа закрыта, то любое передвижение на автотранспорте и пешеходном порядке запрещено. Поэтому не стоит рисковать жизнью. А охотники, они знают, у нас много случаев бывает, что вот люди до последнего ждут и охотятся, и думают, что для наводнения не будет. Но она приходит очень быстро. Скорость поступления воды, прибытия воды просто огромная. Можно сказать, даже она догоняет бегущую лошадь, да. Ну что ж, Алексей Анатольевич, у вас сейчас есть прекрасная возможность обратиться к жителям республики, вот именно касаемо вот темы, которую мы обсудили в студию. Уважаемые жители республики, конечно, ледовые переправы зимние очень удобны для использования, но не стоит рисковать своими жизнями, материальными ценностями, пользуйтесь установленными сроками закрытия переправ. Алексей Анатольевич, спасибо большое, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам удачи в дальнейшей работе. Ну что ж, друзья, действительно, проверяйте актуальную информацию на сайте Минтранса и берегите себя. Ну а мы идем далее. Межсезонье является самым коварным периодом для автолюбителей. О специфике вождения в это время и о том, как обезопасить себя и других участников дорожного движения, смотрите в следующем материале. С наступлением теплой весенней погоды многие автолюбители начинают задумываться о замене зимних шин на летние. Снег на дорожном полотне практически оттаял, но значит ли это, что пора переобуваться? В госавтоинспекции советуют не спешить с заменой, ведь погода весной обманчива, да и помимо отсутствия снега на дороге есть ряд других факторов. В этот период времени я могу посоветовать не торопиться менять резину зимнюю на летнюю. Неделю назад буквально все растаяло и опять у нас зима на улице, также гололед. Советую менять резину, когда полностью все растает, дорожное полотно высохнет, сухой асфальт будет и температурный режим будет. Не то, что днем, плюс ночное время тоже должен быть плюсовой. При вождении весной важно держать дистанцию и постоянно быть на чеку. Лужи следует проезжать на низкой скорости, ведь неизвестно, что скрыто под ней. А там может быть кусок арматуры или же глубокая яма. Также стоит опасаться непредсказуемых поступков бережливых, но невнимательных водителей. Участники движения, пытаясь объехать лужу, обледенение или яму, могут начать маневр, не посмотрев в зеркала. Учитывайте наличие обледенений и луж, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим. Если вы решились перейти на летний комплект, то перед заменой обязательно проверьте шины на наличие повреждений и дефектов. Первые признаки, они снаружи видны, то есть наружные повреждения шин. Соответственно, при монтаже, когда квалифицированный мастер начинает монтаж шин летних, он, соответственно, проверяет и внутреннее состояние, поверхность именно внутренней поверхности. Летняя шина, у нее высота протекторная должна быть не ниже 2 мм, у зимних, соответственно, не ниже 4 мм. Индикаторы износа, они есть, в принципе, на любой шине и по индикаторам можно увидеть это самостоятельно, визуально. Межсезонье, пусть и короткое, но очень коварное для вождения время года. Поэтому будьте внимательны, ведь от ваших действий зависят не только ваше, но и здоровье других участников движения. Обезопасить самых юных участников дорожного движения. Именно с такой целью в Намском Улусе прошли мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Подробнее в следующем материале. Причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей нередко становится незнание юными участниками элементарных правил. Целью планирования реализации комплекса мер по предвозвращению дорожно-транспортных происшествий с детьми в Намском Улусе был проведен круглый стол. Участниками мероприятия стали представители Министерства образования и науки, управление госавтоинспекцией республики, педагоги, руководители ресурсных центров, а также руководство Улуса. На сегодня все-таки мы отмечаем, что нет на республиканском уровне четкой системы организации такой профилактической работы. И по итогам сегодняшнего круглого стола будет подготовлена резолюция, которая будет направлена во все районы республики и которая сформирует основные направления системной работы, которые в конечном итоге позволят добиться максимального снижения числа травмированных детей в результате ДТП. В текущем году наблюдается снижение числа происшествий на дорогах с участием детей. Так, за последние три месяца было зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддержать положительную динамику призван передвижной комплекс «Лаборатория безопасности», на базе которого проводятся занятия по правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде. Сама лаборатория, все стенды, которые помогают ребенку визуально увидеть, как правильно происходит вся работа. Сначала у нас программы есть для сильно маленьких, 5-7 лет, 5-8 лет и выше потом получается с 9 до 13. Еще есть программа у нас для водителей, там уже дети постарше с 14 до 16 лет. Мы так распределяем программу, чтобы они сами приходили к этому выводу, чтобы они понимали, что, например, пешеходный переход, как правильно перейти дорогу. Чтобы это все у него восприятие в голове осталось. С малых лет этого всего добиваемся. Впереди лето, период, в котором, как правило, чаще всего случаются ДТП с детьми. Участники круглого стола продолжают усиленную подготовку к лету и призывают родителей повторять с детьми правила дорожного движения. Ну а сейчас мы хотим приступить к нашей традиционной рубрике, в рамках которой известные люди проверяют свои знания правила дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. Сегодня участником рубрики будет спортивный журналист, главный редактор портала «Спорт Якутии» Александр Посельский. Вопрос номер один. Так, ну, мне кажется, здесь второй вариант. Это видимость водителям дороги во всех перечисленных случаях. Потому что даже 300 метров, 150 метров, мне кажется, все равно. Да, выбирая второй вариант. Вопрос номер два. О чем предупреждают вас эти знаки? Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ. Остановка транспортных средств на обочине запрещена. В месте производства дорожных работ стоянка запрещена. Так, ну, здесь тоже все три, как бы, они говорят, что здесь все запрещено, да? Но вот эти конкретные данные знаки, мне кажется, в месте производства дорожных работ стоянка запрещена. Это третий вариант. Вопрос номер три. Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле? Прямо, налево или в обратном направлении? Только налево, прямо или налево? Прямо и налево. Ну, тут все видно. Вопрос номер четыре. В данной ситуации вы должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на подъем. Имейте право проехать первым, так как вы движетесь на спуск. Имейте право проехать первым, так как препятствие находится на полосе движения встречного автомобиля. Так, ну, таких ситуаций бывает много. На мой взгляд, это вариант один. Должен уступить дорогу, потому что машина движется на подъем. Вопрос номер пять. Кто из водителей нарушил правила остановки? Только водитель автомобиля, оба, только водитель мотоцикла и никто не нарушил. Так, оба нарушили, потому что вот мотоцикл стоит, ну, прямо на дороге, да? Автомобиль, он стоит на встречной полосе. Вопрос номер шесть. Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу в данной ситуации? Не обязан? Обязан. Так, здесь, здесь, здесь. Ну, не обязан, потому что, ну, если водитель такой, да, скажем, добрый, то он может пропустить. Но в целом не обязан, потому что он движется по своей линии. Ну, если водитель впереди, идущий по правой стороне, он, ну, раньше времени, что ли, проморгал, допустим, повороткой, да, налево, то можно. Но, в принципе, не обязан. Вопрос номер семь. Можно ли вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом? Можно? Нельзя? Можно, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения? Нет, здесь категорически нельзя, потому что вот на перекрестке вообще задним ходом двигаться нельзя на дороге. Вопрос номер восемь. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Обоим транспортным средством, только легковому автомобилю, только автобусу. Так, 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 ну, тут есть дорожный знак, который показывает, что у них главное, да, ну, скорее всего, обоим транспортным средством, потому что вот я, ну, главная дорога, опять же, таки. Вопрос номер девять. При повороте направо обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана. На обоих рисунках, на левом рисунке, на правом рисунке. Здесь на левом рисунке, мне кажется, так будет более безопасно, потому что вот, ну, встречная машина может появиться. Вопрос номер десять. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? Ослабить нажатие на педаль, не менять силу нажатия на педаль, усилить нажатие на педаль. Так, ну, здесь вопрос практики, скорее всего, да? Ну, в моем случае я ослаблял нажатие на педаль. Хотя, где-то слышал тоже, что при заносе, допустим, на снеге, на этом, то кто-то более мастеровитые, да, может, скажем, водители, они, наоборот, усиливают нажатие на педаль и выходят из заноса. В данном случае я бы ослабил нажатие. Добрый день. Было, опять же, очень интересно наблюдать за вашими рассуждениями. Ну и начнем по вопросам. Что такое ограниченная видимость? Здесь подсказка есть в самих вариантах ответа. Это видимость дороги, ограниченная чем-то. Вы ответили, что все варианты. Но у нас есть еще такой термин в правилах дорожного движения, как недостаточная видимость. Когда нам видно, но видно недостаточно хорошо, это видимость водителям дороги в условиях тумана, дождя, снегопада. А ограниченная, это когда конкретно что-то ограничивает нам обзор. То есть ответ в этом вопросе был неправильный. Так, о чем нас предупреждают эти знаки? Второй вопрос. Предупреждающие знаки у нас с вами устанавливаются в населенном пункте за 50-100 метров до опасного участка, вне населенного пункта за 150-300 метров до опасного участка. Предупреждающие знаки, само название, предупреждают об опасности. Они ничего нам не запрещают. И в данном случае как раз у нас съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ. А почему опасен? Обочина может быть рыхлая, неукрепленная и так далее. Но знаки ничего не запрещают. Далее вопрос номер три. Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле. Мы с вами находимся в третьей полосе. И у нас установлен перед перекрестком знак, что движение с этой полосы разрешается прямо и налево. Знаки, которые разрешают левый поворот, из крайней левой полосы также разрешают и разворот. Поэтому вот один из вариантов, куда можно было двигаться, вы не предусмотрели. Должны ли вы уступить дорогу, двигаясь на спуск, если препятствие идет на полосе водителя со встречного направления? Так как автомобиль на спуск у нас может двигаться накатом, то, соответственно, на спуск мы всегда, двигаясь, уступаем тем, кто движется на подъем. Так как им приходится преодолевать большие силы сопротивления, силу тяжести и так далее. Пятый вопрос. Кто из водителей нарушил правила остановки? На дороге вне населенного пункта единственный вариант, как можно останавливаться, это по ходу движения за пределами дороги. Водитель легкового автомобиля встал со стороны встречного направления, что уже является нарушением. Но водитель мотоцикла должен был съехать на обочину. Поэтому вы ответили правильно. Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу в данной ситуации? Нет, не обязан. У нас с вами перестраивается автомобиль, тот, который двигается с правой стороны. И неважно, будет он двигаться справа, слева. Преимущество имеет в движении тот, кто не меняет траекторию движения. И только при одновременном перестроении у нас действует правило правой руки, то есть пропускаем помеху справа. Можно ли вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом? Конечно, вы меня очень порадовали. Сразу четко ответили. Конечно же, нельзя. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Также вы ответили все верно. У нас с вами установлен знак. Уступите дорогу. И показано направление главной дороги. Поэтому уступаем дорогу обоим автомобилям. При повороте направо. Обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана на левом рисунке. Ответили вы правильно. Но логика рассуждения была не совсем верна. Дело в том, что когда автомобиль входит в поворот, на него воздействует центробежная сила, которая старается автомобиль выкинуть из центра поворота. И поэтому мы должны держаться ближе к центру поворота. И последний вопрос. Как должен воздействовать водитель на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? Надо в первую очередь прекратить то действие, которое привело к заносу. Если у нас занос вызван резким ускорением движения, значит, нужно ослабить. Если занос вызван резким торможением, опять же, надо ослабить. То есть в первую очередь прекращаем то действие, которое привело к заносу. Ну, я думаю, что вы ответили очень неплохо. Спасибо. Дорогие участники дорожного движения, и водители, и пешеходы, призываю вас тоже уважать друг друга на дороге и соблюдать правила дорожного движения. На этом наша программа подходит к концу. Дорогие друзья, соблюдайте правила безопасности дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин